МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Случилось что? Разговор срочный. Ладно. Садись. Выпечь что-нибудь? Стакан воды. Ну вот это ты зря. Ага. Спрячь пушку, кричи. КРИКИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это понятно. Сыновья Чистяковые. А вот красотка-то это кто? Лиза. Жена. Вдова Владимира Сергеевича. Хороший человек. Сдается мне у них разница в возрасте. Лет это как... Тридцать. Но хозяин очень любил свою жену. С ума по ней сходил. Так, а как сыновья относились к молодой мачке? Димка? Тот нормально вроде. А вот Егор после женитьбы отца редко в дом стал захаживать. Особенно после Лискиного дня рождения. А что там стряслось-то? Я там не была, сама не видела. Одно могу сказать. С тех пор Чистяков со своим сыном вообще не разговаривал. А Лиска на курорт укатила. Угу. Ладно, спасибо большое за помощь. Подождите, пожалуйста, в другой комнате. Я вас позову. Хорошо. Хорошо. Серега, по другому окочинению могу предположить, что лежит он уже здесь больше суток. Судя по следам крови, его отбросило выстрелом на кресло. Вот еще что. У Чистякова есть наградной ПН. Так, и где он? Где он, пока не знаю. Но вот есть сертификат. За доблестную службу в рядах МВД награждается полковник... Чистяков Владимир Сергеевич пистолетом ПН. Галя, я закончила вскрытие. Смерть Чистякова наступила между двумя и тремя часами в ночь в субботу на воскресенье. Причина смерти – огнестрельное ранение в область сердца. Пуля я извлекла, пуля девятимиллиметровая, возможно, ПМовская. Отец, был очень жесткий руководитель. А разногласия в семье были? Видели семью без разногласий? Я много чего видел. И разногласия, и их результаты. Все я видел. Не было. Ничего такого не было особенного. А вот нам, наоборот, известно, что, например, у Егора были проблемы во взаимоотношениях с отцом. Да, поругались. Выпили лишнюю. С кем не бывает. Ты что, малыш? Алло, просыпайся, мерзаясь. Папа! Что, папа? Ты что, ты? Что? Остывай рот. Так, что ты, подонок, меня из пропасть, а? Сволочь! Сволочь! Вон из моего дома, вон! Чтобы я тебя не видел, в школах! Подонок! Кто это ты? А ты не знаешь, пить надо меньше, братец. То есть, ситуация, когда отец угрожает родному сыну оружием, для вашей семьи обыденно, да? То есть, это в порядке вещей. И часто они так ссорились? Первый раз. Мы их еле растащили. Так, а в чем была причина драки? Я же говорю, выпили лишнего. Ну и мало ли. Может, отец опять Лизу? Приревновал. Он же знал, что Егор по ней сохнет. Ну вот. А вы говорите, ничего особенного. Егор, не, не. Он тайно страдал. С отцом встречался по делам, с Лизой вообще по праздникам. А где отец хранил оружие? В сейфе, наверное. Вот как-то вы не уверенно отвечаете. Да вы что тут вообще? Вы с ума посходили? Я тут при чем? Вот это мы и пробуем сейчас установить. Вы бы лучше бы искали убийцу, сыщики. Я вообще был в Волгограде. В командировке. Можете проверить. Уже проверили? Так, ладно. После той драки Егор помирился с отцом? Нет, они не разговаривали. Даже я слышал, что отец хотел выкинуть его из завещания. Ну и как? Выкинул? Даже если Егор и знал. Егор не в состоянии убить своего отца. Вы не там ищете. Всполагайтесь, я через минуту кофе себе налью. Вы будете? Нет, спасибо. А я выпью. Третий день. Сплю и сплю, ничего не могу с собой поделать. Ваш? Нет. А где вы-то взяли? Здесь. Где? Здесь. Обе пули. Первая, изъятая из силы Чистякова. И вторая, контрольная. Отстреляная из пистолета, обнаруженного в доме у Егора, имеют одинаковые следы от нареза канала ствола. Чистяков был застрелен из этого пистолета. Первый раз в жизни прохожу эту унизительную экзекуцию. Егор Владимирович Чистяков, 35 лет, не женат. Все верно? Да. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста, с результатом экспертизы. На пистолете, которым был убит ваш отец, обнаружены ваши отпечатки пальцев. Как вы это объясните? Я не знаю, что вам сказать. Я отца не убивал. Есть такая вещь, улика. Спорить с ней бесполезно. Я не знаю никаких улик. Я отца своего не убивал. Мам, еще раз повторить? Нет, достаточно. На вашей рубашке обнаружены следы пороховых газов. Попасть они туда могли только одним единственным способом. Человек, который стрелял в вашего отца, был одет в вашу рубашку. Вред какой-то. Я отца не видел две недели. Он меня уволил из компании. А на то были причины? Это вас не касается. Нас касается все, что относится к убийству. И пока что все улики указывают на вас. Вы понимаете, что вы обвиняете меня в убийстве собственного отца? Я своего отца любил и люблю. Я его не убивал, понимаете? Не убивал! Нет! Нет! В одной из исследуемых банок из дома Егора обнаружены остатки пива с большой концентрацией барбитурата, сходного по составу с препаратом титанолом. Титанол. Концентрация титанола в алкоголе составляет 60 миллиграмм на 200 миллилитров. Доза способна усыпить слона. Сочетание барбитурата с алкоголем усилит его действенный организм. Егор, как давно вы принимаете титанол? Титанол. Что? Барбитурат. Из группы сильнодействующих успокоительных средств. Никогда не принимал. Я не знаю даже, что это такое. Хорошо. Тогда вспомните, когда вы в последний раз употребляли алкоголь. Чего тут вспоминать? В субботу ко мне приезжал Женя Ефремов. Привез пиво. Мы выпили. Что, отец? Как бы тебе это сказать? Ничего. Молчит. Он обвиняет меня в изнасиловании, Лиза. Понимаешь, я ничем не могу тебе помочь. Он пресекает любой разговор, связанный с тобой. Ефремов – это партнер вашего отца по бизнесу. Один из топ-менеджеров компании. А что это за история с изнасилованием? Глупо скрывать. Вы все равно узнаете. Дело в том, что Лизе показалось, что я ее изнасиловал. Бред какой-то. Во всяком случае, и отец, и Лиза меня в этом обвиняют. А вы с этим не согласны? Я не уверен, но я не думаю, что я мог бы изнасиловать. Егор, вы много пьете или у вас провалы в памяти? Как можно такое забыть? Сам не понимаю. Но я не думаю, что я мог бы изнасиловать Лизу. Ну что ж, теперь об этом подумаем мы. Когда это было? Две недели назад. На дне рождения Лизы. Молодец, молодец, солнышко. Молодец. Гениально. Спасибо. Привет, пап. Привет-привет, сынок. Лиза, а это вот тебе маленький подарок. Спасибо большое, Егор. Ну ладно. Извините, я вас оставлю. Егор, какая красота. Спасибо тебе большое. Я не понимаю, я что-то не так сказал? Старик, забей. Видишь, сколько народу. Всем нужно уделить внимание. В последнее время внимание уделяется всем, кроме меня. Тебе показалось. Забей. Егор, спасибо большое. Правда, так красиво. Интимный подарок. С чего бы это вдруг? С чего ты взял? Лиза недавно потеряла свой клестик. Я решил, что было бы кстати. Действительно, Дим, ты такой зануда. Да. Помоги, пожалуйста, застегнуть. Я думал, ты сегодня уже не появишься. Я ненадолго. Поздравить Лизу. Вам нравилось, Лиза? Да. И я этого особенно не скрывал. Но, поверьте, ничего такого. Что было дальше? Я поднялся на второй этаж. И дальше, как отрезал. Я очнулся. Понять ничего не могу. Но меня отец с пистолетом напросился. Зинаида Ивановна, значит, вы готовы подтвердить, что ваш муж, Ефремов Евгений, ночь суббота на воскресенье провел с вами. Значит, вам нужно будет подъехать к нам и оформить ваши показания. Да, сегодня. До встречи. Ага. Что? С мальчишками общаешься, пока никто не видит. С девчонками. Это жена Ефремова. Она подтвердила его алиби. Угу. Ничего не понимаю. То, что он говорит, но в какие рамки не лезет. Ну, полное отсутствие логики, да еще с провалами в памяти. А если он просто играет? Что-то мне подсказывает, что им играют. Что там с Лизой? Сегодня она прилетает. Ее сразу доставят к нам. Хорошо. И еще. Надо более тщательно проверить Ефремова. Заметь, как только что-то происходило, он оказывался рядом с Егором. На момент в убийстве у Ефремова алиби, которое подтвердила его жена. Ну, естественно. Всю ночь провели вместе. Как обычно. Понятно, что это ничего не значит. Проверим. А завещание Чистякова проверили? Я только что от нотариуса. В среду Чистяков приезжал к нему и составил предварительный вариант завещания, в котором полностью лишает Егора наследства. Он ничего еще не подписал, и они договорились о встрече на понедельник. Значит, он не успел изменить завещание. Да, Сергей? Да, поняла. Спасибо. Майский проверил окружение Чистякова на предмет лечения сильными барбитуратами. Все чисто. Так что там завещание-то? Вот вариант старого завещания. По нему 80% имущества Чистяков передает Егору. 5% акций компании Ефрему. 15% Деми. Лизе. Содержание ее дома. Так, а новый вариант? Точно, нотариус вспомнить не смог, а из компьютера вытащить не удалось. Почему не удалось? Контора находится на первом этаже. Случился потоп. Залили жильцы второго этажа. Я проверял, что подозрительного. Хотя нотариус утверждает, что новый вариант завещания он Чистякову передал. Так, можно, конечно, попробовать изъять жесткий диск у нотариуса, но это время. Пока будем оформлять документы, надо проверить офис Чистякова и поговорить с Ефремовым. Есть. Федеральная экспертная служба. Это значит, вот здесь работал Владимир Сергеевич? Ну, вы хотя бы предупредили бы как-то. А вы основной принцип Чингисхана знаете? Не знаете. Основной принцип Чингисхана идти туда, где не ждут. Ну, ладно. Не буду вам мешать. Лидочка, открой мой старый кабинет, я сегодня там поработаю. Лидочка, вы не беспокойтесь. Евгений... Петрович. Евгений Петрович останется здесь. Прошу. А поработаем мы. Прошу, маэстро. Это компьютер Чистякова? Да. Там важная информация. Поаккуратнее, молодой человек. Вы его лучше не нервируйте. Это он с виду такой хрупкий. Какой пароль? Я не знаю. Но, впрочем, это уже не актуально. Я хотел бы подробнее услышать о событии, произошедшем на вашем дне рождения. О событии? А, да. Это было ужасно. Не сомневаюсь. Но... А подробнее? Все было очень хорошо. А потом у меня заболела голова. Я пошла к себе, попросила Володю, чтобы он меня разбудил минут через сорок. А вы пошли к себе в спальню? Да, пошла. И что было потом? Это ужасно. Это ужасно. Я не могу об этом вспоминать. Просыпайся. Просыпайся. Что? Что ты думаешь? Малыш, ну? Ну, что случилось? Я тебя очень люблю. Прости меня, пожалуйста. Простись? Простись за что? Ну, что случилось с Лизой? Егор! Что? Что, Егор? Я спала. Я спала, а он мне подошел. Ну, 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 ну. Что, Егор? Ну, говори. Он меня из насиловал. Господи. Господи. Не говори. Не говори ничего. Я ублюсь. Я ублюсь. На кого надо таких подонков сажать? Прижизненное. Ох уж эти женские слезы. Как много они могут. Галя, ты что? Ее саму изнасиловали. У нее мужа убили. А ты не торопись, Сереж. Ты видишь, у нее на шее цепочка с крестиком? Ну? Кажется, ей ее Егор подарил. Ну и что с тобой? Ну-ка, пойдем-ка. Кажется, она успокоилась. А вы хорошая актриса, Лиза. Наверное, опыт имеется. Галя. Спокойно, Сергей. Вы знаете про мое прошлое? Конечно, знаю. Зачем вы это сделали? И Егор меня изнасиловал. Скажите, Лиза, вот эта цепочка на вашей шее, ведь ее вам Егор подарил? Да. Лиза, женщина, которую изнасиловали, старается избавиться от всего, что ее связывает с преступником. Все равно, Володи больше нет. Мы познакомились три года назад. Мне было 27. Все подруги уже давно замужем. Всех дети, а я... А вы одна. Я совершала ошибки. И какая жизнь их главная? Вы сказали, что я актриса. Это правда. Только вот фильмы с моим участием нельзя показывать детям. И Чистяков об этом не знал? Нет. Если бы он об этом узнал, нашим отношением пришел по конец. Да, слушаю. Да, сейчас подойду. Сергей, продолжай допрос. Есть. Ну вот. Когда Круглов скрыл сейф, стало понятно, почему Григорий Жуков хотел сделать ноги. Подожди, я знаю одного Жукова. Это полководец такой. Только его Георгий звали. Я не про полководца. На Дальнем Востоке был Жуков. Мошенник. Он разорел крупную фирму. А потом скрылся с деньгами. Его так и не нашли. А что ты мне так смотришь? Ну, просто Жуков, о котором ты говоришь, это наш Ефремов. И Чистяков об этом знал. У него в сейфе ориентировки по Дальнему Востоку. И там фотография Жукова. Ну, то есть Ефремова. Он жил под другим документом. Потом женился. И взял фамилию жены. Лиза, вы приветствовали Егоры. Зачем? Я хотела сохранить свой брак. Что же заставило вас так поступить? Вас кто-то вынудил, может? Женщина. Она мне позвонила. Это произошло где-то за неделю до моего дня рождения. Кто это тебе звонил, солнышко? Реклама от телефонной фирмы. А, а я в шлемалет собрался. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Я на кухню. Кофе будешь? Некогда. Бегу. Тороплюсь. Пока, солнышко. Ну, ты меня злишь. Пока. Вы что от меня хотите? Она хотела, чтобы я рассказала про Егора эту всю гадость. Так, и как это должно было произойти? Она мне все очень подробно объяснила. Она сказала, что Егору ничего не угрожает. Что Володе не станет звонить в милицию. Она сказала, что если я все сделаю так, как она мне велит, то Володя никогда не узнает про мое прошлое. Мы изучили бумаги из офиса Чистякова. Вот что нам удалось найти. И Егора, и Ефремова. Чистяков хотел исключить из завещания. Все должно было перейти к Диме. По поводу Лизы никаких изменений. Так, что еще? Похоже, нам удалось найти причину охлаждения между Чистяковым и Егором. Помимо изнасилования, конечно. Я знал, Ваня, никакого изнасилования не было. Дима, 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 Дима! Ну, что это такое? Сотню раз уже говорил, не трогайте мои вещи. Но ты почему сидишь за моим компьютером? Мне сейчас только что позвонили и сказали, что наконец-то прислали наш договор, который мы уже неделю ждали. Вот я залез в твой компьютер, чтобы его посмотреть. Кстати, мне нужна будет твоя подпись, папа. Это я дома, папа. А здесь я для всех, Владимир Сергеевич, в том числе и для тебя. Уяснил? Хорошо, папа. Какой я тебе, папа? Как? А насчет подписи подождешь. Я сам все проверю. Копию для меня сохранил? Не успел. Давай я сохраню. Да я сам! На коже что? Я еще способен, сынок. Дима, я долго думал. Мы с тобой взрослые люди. Как долго нам еще придется терпеть маразматические выходки отца? Приезжай ко мне вечером. Обсудим, как устранить его отдел. Твой брат Егор. Добрый день, Григорий. Мне гораздо привычнее Евгений. Зачем меня сюда привезли? Мне нечего больше скрывать. Вы и так уже все знаете. Нет, не все. Когда Чистяков сказал, что знает, кто вы такой на самом деле? Я ведь могу и не отвечать на ваши вопросы? Можете. И даже имейте право. Но сотрудничать со следствием гораздо лучше, чем молчать. Для вас же и лучше. Слушай, мне нечего больше вам сказать. Проба ДНК, изъятая с проймы рубашки Егора, не совпадает с его ДНК. Ну что ты нас повесила, красная девица? Дома, думаю. И что, получается? Получается, что на рубашке, изъятой из дома Егора, есть след ДНК. Но это не его. Значит, Егор не дивал рубашку. Значит, рубашку сделал кто-то другой. Вы сильно нервничали, когда кидали ту фирму. Настолько сильно, что лечились титанолом. И даже врача уговорили выписать вам лекарство впрок. Ах, вот даже как. Глубоко копнули. Главное, выкопали. Вы подсыпали убойное количество титанола Егора в пиво, чтобы сон его был долгим и крепким. Потом вы надели его рубашку, поехали к Чистякову и убили его. Как у вас лихо выходит. На рубашке Егора обнаружены остатки пороховых газов и ваше ДНК. Вот, ознакомьтесь. Теперь можете объяснять. Слушай, что вам нужно? Во сколько я ценю свою свободу? Это что? Шутка такая? Я шесть лет скрывался. Понимаете, меня шантажировали. Эта женщина грозилась меня сдать. В обмен на свободу я был готов на многое. Сначала я не знал, каковы ее требования. Вы знали, что Егор не совершал изнасилования? Догадался. После такой дозы титанола он, если бы даже захотел, не смог бы. Почему вы не рассказали Егору? Я хотел сохранить свою свободу. А Егору грозило только увольнение. Что дальше? А дальше я должен был убрать Чистякова и сделать так, чтобы подозрение пало на Егора. Случилось что? Разговор срочный. Ладно, садись. Выпей что-нибудь? Стакан воды. Ну вот это ты зря. Спрячь, пушка-критин. Спрячь. Ты что, думаешь, стал круче? А? Да ты в прошлый раз всего лишь кинул свою компанию. Правда, кинул ты ее по-крупному. Уважаю. Думал, один раз сошло с рук. Второй раз тоже сойдет. Да, и на убийство может пойти. Так? Идиот. Не родился еще тот человек, который сможет устранить Чистякова. А ты слабак. И поэтому ты мне должен 50% от тех бабок, на которые ты кинул тех придурков. Вы меня не выдадите? Зачем? Платить будешь. Работать на меня будешь. Остальное меня не волнует. Ну? Ты все понял? Чего молчишь? Понял. Пушка-то чья? Моя. Моя. Ох ты. Надо же, а. Ну? Давай. Деньги собирай. Крутой. Да смотри, не застрелись случайно. Шел вон! Да. Нет, я не смог. Я не знаю, что ты будешь делать. Я не убийца! Хорошо. Я положу пистолет, ключи и рубашку там, где ты мне скажешь. Я ушел с Чистякова в половине пятого вечера. Ключи, рубашку, пистолет по требованию шантажистки я положил в пакет. И оставил в кустах угол Чистяковского дома. А почему вы считали, что шантажистка не сдаст вас? Почему вы не подумали об этом раньше? Раньше я не думал. Я боялся разоблачения. Не знал, что не смогу нажать на курок. Мне тогда легко это, убить человека. Мне этой встряски хватило. А потом стало просто все равно, сдаст она меня или нет. Я шесть лет живу с оглядкой. У меня нервы не к черту! И Лизу, и Ефремова шантажировала женщин. Их руками она пыталась устранить Егора. Таким образом, она манипулировала Чистяковым, заставляя изменить завещание. Дело в том, что изменения завещания все эти были выгодны только одному человеку, Дмитрию. Но я его алиби проверил. Все так, как он сказал. Улетел в четверг, вернулся в понедельник. Все. Галина Николаевна, я только что закончил проверку всех входящих звонков, в том числе и тех, которые не определились на номер Лизы и Ефремова. Очень интересный результат. Шантажистка звонила через АТС компании Чистякова. Причем АТС запрограммирована так, что входящие звонки на мобильный не определяются. К сожалению, последний звонок на номер Ефремова установить не удалось, потому что он был сделан через сервер АПИ-телефонии. Так, Николай Петрович, срочно отправьтесь в компанию Чистякова. Иван, ты поедешь с ним вместе. Халатик с ними. Сереж, ну а ты проверь всех, кто с субботы по воскресенье вечер перелетал из Волгограда в Москву и обратно. Погоди, зачем? Там же больше сотни человек. Есть у меня одна идея. Что нам делать с этим ящиком? Не беспокойтесь, товарищи. С вами рядом лучший специалист по цифровым технологиям в стране. Странушка не умеет. Какие наши годы? Сейчас мы получим статистику обо всех телефонах компании, подключенных к АТС. И историю всех звонков, сделанных с этих телефонов. С точностью до минуты. Обижаете? До секунды. Кстати, АТС была недавно перепрограммирована, для того, чтобы входящие звонки не определялись. Ага, интересующий нас телефон под номером 13. Странно, если было по-другому. Где он нам с телефоном под номером 13? А-а-а. Так. Да вот же он. Авиакомпания мне прислала списки пассажиров. Так вот, есть у них там один подозрительный пассажир. Точнее, его нет. Как это? А так это, вот смотри. Андрей Валентинович вылетел рейсом. Волгоград, Москва. В субботу вечером. 19.25. А утром, в воскресенье, 8.45, прилетел обратно. Ну и что здесь необычного? А необычное здесь то, что паспорт на фамилию Тищева с указанными авиакомпанией паспортными данными никогда не выдавался вообще. Ну вот все ясно. Текст письма, написанный Егором своему брату, не совпадает со стилем остальных его писем. Зато стиль исследуемого письма совпадает со стилем Димы. IP-адрес компьютера, с которого было отправлено письмо, принадлежит ноутбуку Егора. А у тебя что? Вот это аппарат по изменению голоса. И поэтому ты сияешь, как начищенный самовар? Я сияю, потому что умный. Ну в этом-то не сомневается. А зачем он тебе нужен и какое он отношение имеет к делу? В офисе Чистякова, на телефонной трубке, мы обнаружили след. Я сначала не понимал, что это за след. Но потом, ну, ты же знаешь, что я компьютерный гений и про цифровые технологии знаю все. Так вот я понял, что этот след может быть только от аппарата по изменению голоса. Причем по следу можно определить модель. Я и определил. То есть осталось узнать, кто и когда купил этот аппарат. Данную модель в интернет-магазине приобрел Татичев Андрей Валентинович. Доставку осуществлял с курьером. Я отправил фотографии всех фигурантов. Осталось ждать, что кто-нибудь кого-нибудь опознает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ему нужно дать время. Ему нужно помочь. Мой сын и психоаналец. Дошили. Ладно. Ладно. Я не буду вмешиваться. Но ты должен промыть ему мозги. Ты меня понял? Хорошо, папа. Не папа, Жан Владимир Сергеевич. Дальше ты начинаешь подстраивать изнасилование Лизы. Это все ваши домыслы. Никаких улик. Ошибаешься. Воспользовавшись своим поддельным паспортом, ты делаешь заказ на изменитель голоса. И более того, ты настолько уверен в себе, что даже лично этот заказ получаешь. И даже лично расписываешься в бланке доставки. Это не моя подпись. Подпись не твоя, а почерк твой. Вот результат графологической экспертизы. Мы это установили. И после этого ты начинаешь шантажировать Лизу. Ее веселым прошлым. Лиза, тебе понравилось мое сообщение? Я не сомневалась. Это не важно, кто я. Гораздо важнее, чем ты готова пожертвовать, чтобы сохранить свой брак. Есть следы, о которых ты просто не мог знать. А значит, их уничтожить. Разве ты мог подумать, что деталь изменителя голоса оставит невидимые глазу следы на телефонной трубке? Ну и что? Что из этого? Что? Это притянуто за уши. Вы так ничего и не доказали. Ты дальше слушай. Вот тот самый результат, ради которого ты все это затеял. Текст нового завещания. Все то, о чем ты мечтал. Тут нету подписи. Правильно. Ты ведь знал, что в прошлом среду Чистяков ездил к нотариусу, чтобы изменить завещание? Знал. Но он, как человек осторожный, решил сразу не подписывать и еще раз все обдумать. Вот про это ты как раз не знал. Идиот. Какой же я идиот. Получается так. Ну а с Ефремовым что? Третий прокол? Я вам ничего не скажу больше. Как мне страшно. Как мне страшно. Видишь, здесь всякая мелочевочка поднакопилась. Вот диск с порнофильмом, в котором играла Лиза. Кстати, смонтирован тобой. Ориентировочка на Ефремова. Вот, пожалуйста. И экспертиза телефонных соединений. Чиз АТС компании Чистякова. Это все, что вы можете? Тебе лучше не знать обо всем, что мы можем. Понимаешь, Дима, все преступники прокалываются на мелочах. Все. Вот это и прокололся. Ты выбросил это в помойный бак рядом со своим домом. На этих перчаточках. Отпечаталось все твое прошлое. И будущее, кстати, тоже. Ну что, так и будем в молчанку играть? Все должно было быть кончено в субботу, в полпятого вечера. Ну да. Когда Ефремов тебе сообщил, что не смог убить Чистякова, тебе пришлось лично вылететь в Москву, чтобы завершить начатое. Ведь без убийства Чистякова весь твой план терял смысл, разваливался. Кстати, сейчас мы приведем последний эксперимент. Поговори в трубочку. Я не буду. Будешь? Я не буду говорить. Я сказал, что я не буду ничего говорить в трубку. Это она. Это она мне звонила. Я никогда не забуду ее голос. Это она. Петрович, ну что там? Ну все, давай. Ну видишь, тебя еще и по голосу опознали. А с таким количеством улик против тебя. Мне даже доказывать ничего не нужно. Думай сам. Я расскажу. Я расскажу. Мне зачтется? Что случилось? Сделка сорвалась? Да нет, папа. Со сделкой все в порядке. Чего тогда? Вот так, Владимир Сергеевич. Единственное, чего я не могу понять, это почему твоих следов не было на рубашке Егора. И почему и ты, и Ефремов дефилировали в одной и той же рубашке. Все просто. Когда Ефремов мне сообщил, что он не смог выполнить работу, я понял, что все придется делать самому. Но я был готов к такому варианту. Отсюда и паспорт. Однако я думал, что личная свобода Ефремову дороже жизни отца. Я ведь все гениально спланировал. Но в этом с тобой не поспоришь. Я приказал Ефремову, чтобы он собрал пистолет, рубашку и ключи от дома Егора в пакет недалеко от дома отца. За это я обещал оставить его в покое. Так, продолжай. Рубашку Егора я надел на толстовку. Потом собрал все вещи после того, как все было кончено и отвез к Егору. Егор спал. Тут Ефремов хорошо постарался. Я приложил пистолет к его пальцам. Так остались отпечатки. После этого собрал все вещи, оставил у Егора и вышел, захлопнув дверь. Вернулся в аэропорт и уехал в Волгоград. Слушай, ну почему? Зачем ты это сделал? Почему? Потому что полгода назад Чистяков решил рассказать мне, что практически всю собственность он оставляет своему кровному сыну. И просил меня это понять. И ты понял. И я понял. Продолжение следует... Продолжение следует...